Всем привет! Добро пожаловать в Автомир! Если вы, как и мы, не представляете свою жизнь без автомобиля, то нам определенно есть о чем вам рассказать. Меня зовут Дмитрий Семенюк. Устраивайтесь поудобнее, потому что в ближайшие 20 минут вас ожидает. Ремонт машины длиною в 3 месяца. История о том, как владелец автомобиля связался с контрактным вариатором. И почему он хочет подать в суд на автосервис, где устанавливали этот агрегат. Азы тюнинга автомобильного двигателя, интеркуллер, для чего он нужен и как не ошибиться с его выбором. Машина из фильма «Трансформеры», тест-драйв «Шевроле» Камара пятого поколения в рубрике «Автомобиль номера». А также настоящий краш-тест в исполнении водителя Марк 2 на авангарде, страшное ДТП на улице Кирова в Уссирийске и голый терминатор, посетивший одну из автозаправок в городе Фокино. Рубрика «Автоэкшн». Мы начинаем. Покупка контрактной запчасти с авторазборки – это приобретение кота в мешке. Никогда не знаешь, сколько прослужит эта деталь. Ведь фактически она уже была в употреблении. Здесь как повезет. Иногда сможете проездить на ней несколько лет, а иногда она и дня не протянет. Герой нашего следующего сюжета связался с контрактным вариатором и хитрыми авторемонтниками. И 10 раз пожалел об этом. Подробности далее. В компании, которую возглавляет Алексей Дрюченко, большой автопарк. Машины, естественно, периодически ломаются, их сдают в ремонт, проходит неделя, и они снова встают в строй. Так бывает обычно, но только не в этот раз. Последнюю машину, у которой вышел из строя вариатор, ремонтируют уже на протяжении двух месяцев. А отремонтировать никак не могут. Все началось с того, что вначале автомобиль отогнали в автосервис на улицу Днепровскую. Обещали выполнить ремонтные работы и вернуть исправный автомобиль. По факту выставили счет на оговоренную сумму в 60 тысяч рублей. Вернули автомобиль в том же состоянии. Из автосервиса машина выехала своим ходом. Но вскоре стало понятно, что вариатор у нее по-прежнему неисправен. На все вопросы относительно качества произведенного ремонта администрация автосервиса отвечала следующим образом. Запчасть устанавливалась бэушная. Клиент об этом знал, поэтому претензии не принимаются. Мы купили бэушный вариатор, поставили на автомобиль. Вариатор все правильно был установлен на автомобиле. У них закончились дни на проверку. Клиент был предупрежден, что за бэушные детали мы ответственность не несем. Они ездили на нем 5 дней, проверяли вариатор, потом он у них перестал работать. У них дни на проверку закончились. Нам разборка сказала до свидания. То, что на проверку бывшей в пользовании детали дается от 5 до 7 дней, это обычная практика всех приморских авторазборок. Клиентов, как правило, об этом предупреждают сразу, чтобы потом не возникало вопросов. Но в этой ситуации, по словам Алексея, есть один нюанс. Ну, со слов автосервиса, на проверку вариатора им давали 5 дней. Но так как у них все подъемники были заняты, за этот срок они не успели установить вариатор. Мы получили машину на руки, хотя срок испытания этой запчасти истек еще задолго до этого. То есть срок, в течение которого возможно было вернуть данную деталь, которую они сами же и покупали, истек. Клиент утверждает, что фактически вернул машину сразу же после того, как получил ее на руки. Сервис принял автомобиль, а дальше сюжет закрутился с новой силой. Через пару недель выяснилось, что машину работники первого авторемонта отогнали в другой бокс на улице Гомарника, где якобы и проходили работы по ремонту неисправного контрактного автомата. И там мастера тоже захотели деньги за свою работу. У заказчика возникло сразу несколько вопросов. Каким образом машина передвигалась по городу без их согласия, а главное, без документов? И почему, собственно, они должны платить во второй раз? Каким образом наш автомобиль оказался в другой ремонтной организации, нам неизвестно. Документов на автомобиль не было, никто не уполномачивал их перегонять автомобиль из одного ремонта в другой. У нас нет никаких договорных отношений со второй ремонтной организацией. В итоге администрация второго авторемонта не захотела отдавать машину без оплаты работ ее сотрудников. Поэтому многострадальный автомобиль забрали при помощи участкового на основании документов о собственности. Все финансовые вопросы ремонтникам посоветовали задать руководству первого сервиса, который и пригнал к ним машину. Но самое смешное в том, что Сузуки Свифт по-прежнему не ехал. Такое ощущение, что и во втором сервисе ничего не сделали. Звонок руководства авторемонта только подтвердил наше предположение. Не было заявки на ремонт, не было оплаты. Какой такой повод? Ну, то есть вы заявки на ремонт не было, оплаты не было, вы ничего не делали, да, получается? Да, 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 конечно. Злоключения Сузуки продолжились уже в третьем автосервисе, где вызвались подчинить его вариатор. И там, естественно, тоже выставили счет. Пришлось заплатить снова. Но владельцы машины рассчитывают, что в первом автосервисе им вернут деньги за ремонт. По факту мы оплатили деньги за замену вариатора, за ремонт автомобиля. А автомобиль на сегодняшний день как бы сломан, данные работы не выполнены. Из-за чего мы полагаем, что данная компания должна вернуть нам деньги за неоказанные услуги, которые были оплачены. В соответствующей претензии уже отправлено руководство авторемонта «Регион-25». По словам юристов, если вопрос не решится мирно, придется обращаться в суд. И тогда последуют судебные издержки и компенсация упущенной выгоды. Ведь раньше эта машина приносила деньги компании, а сейчас она находится в настолько долгосрочном ремонте, что уму непостижимо. Степан, у гостя карет сломалась? Вижу, барин. Ось полетела. Без пиццы менять надо. За сколько сделаешь? За день сделаю. А за два? Ну, за... сделаем, а за два. А за пять дней? Ну, ежели постараться, можно и запить. А за десять? Ну, барин, ты задачу ставишь. Практически каждому автомобилисту хочется большего. А именно, чтобы его машина ехала быстрее, управлялась лучше и тормозила эффективнее. Заводские или, говоря проще, стоковые машины зачастую не способны подарить максимум эмоций своему владельцу. Поэтому многие начинают экспериментировать с тюнингом. Например, с интеркулером. Подробности далее. Интеркулеры придумали практически одновременно с появлением двигателей с турбонагнетателем. Их начали применять в авиации и судостроении в конце 30-х годов прошлого века. Затем турбированные двигатели пришли в гонки «Формула-1». И началось. В последующие десятилетия их стали внедрять все автоконцерны, которые считали своим долгом иметь линейки производимых машин хотя бы одну, но с турбонагнетателем. Инженеры смекнули, что более экономичный дизель теперь легко может конкурировать с бензиновым двигателем по количеству лошадиных сил и начали массово устанавливать турбины. Как устроен интеркулер? В принципе, ничего сложного. Это обычный радиатор охлаждения. С этой стороны у нас дует турбина установлена, она вдувается сюда. Проходя через вот эти вот трубки, он уже более холодный выходит. Сюда идет поток воздуха, который, в принципе, эти трубки охлаждают. Проходя через интеркулер, этот воздух охлаждается. Тем самым объем воздуха, подача воздуха у нас увеличивается. Соответственно, мы можем сжечь при большом объеме воздуха большое количество топлива. Соответственно, чем больше количество топлива мы можем сжечь, тем больше мощность мы можем получить. И интеркулер нам, конечно же, в этом помощь. Инженеры заявляют, наличие в системе интеркулера позволяет увеличить мощность двигателя минимум на 5, максимум на 15%. Вследствие лучшего наполнения цилиндров, топливо сгорает гораздо эффективнее. В результате расход снижается и выхлопные газы становятся менее токсичными. Сегодня производитель выпускает интеркулеры разных размеров, чтобы можно было их установить на машины разных размеров и мощности. Например, если вот это самый маленький интеркулер, то его можно поставить на какую-нибудь маленькую машинку, естественно, оборудованную совсем маленькой турбинкой и небольшой мощностью. Соответственно, от роста мощности или размера автомобиля вы устанавливаете интеркулер по необходимости вашим размерам. То есть, вот можно вот такой средненький поставить, он подходит как на Цивить, так и на Эволюшн, и можно поставить еще больше. И уже, что касается большого спорта, либо драгрейсинга, дрифта, неважно, вот можно устанавливать такие интеркулеры мощностью, двигатель от 500 лошадиных сил и выше. Размер его влияет на охлаждение. Но, опять же, установив вот такой огромный интеркулер, а у вас, предположим, вот такая маленькая турбинка, она не сможет его прокачать, и отзыв на педаль газа будет, скажем так, тупее, и машина не факт, что поедет в лучшую. Интеркулеры отличаются по способу охлаждения. В гражданских автомобилях, на которых не нужно ставить рекорды по скорости, обычно применяются радиаторы, которые охлаждаются воздухом или водой. В автоспорте, где мощности двигателя измеряются тысячами лошадок, и борьба идет за сотые доли секунды, устанавливают интеркулеры, где хладагентом служит лед. Устанавливают интеркулеры между впускным коллектором и нагнетателем. Иногда он занимает слишком много места в проткапотном пространстве, и его приходится выносить в носовую часть машины, где он становится легкой добычей для камней, летящих с дороги, и в результате выходит из строя. Стандартные бампера оборудованы небольшими решетками для прохождения воздуха. Поэтому можно ставить, скажем так, маленький интеркулер совсем, который будет снизу виднеться за бампером и продуваться. А, например, если бампер сделан, скажем так, почти без решеток, и вы установите вот такой вот интеркулер огромный, а бампер его будет перекрывать наполовину. Соответственно, вот эта часть охлаждаться не будет, она будет горячая, закрыта, а эта будет охлаждаться. Это тоже неэффективно. Поэтому интеркулеры нужно ставить в такие места, где он будет продуваться полностью. Как правило, интеркулер устанавливают вместе с системой так называемых пайпов, проще говоря, алюминиевых патрубков. На этом стенде наглядно показана, как устроена система подачи воздуха во впускной коллектор через интеркулер с помощью пайпов. И, в принципе, как может выглядеть красивый тюнинговый двигатель. В данном случае у нас EG20 от Subaru. В общем, вот здесь у нас установлена турбина, к которой присоединяется пайпинг-система, и турбина выдувает и дует вот сюда в интеркулер. Здесь у нас входит, вот здесь у нас установлен интеркулер за масляным радиатором. Он здесь охлаждается, и уже холодный уходит нам во впускной коллектор. Если ваш интеркулер установлен правильно, вы сразу это почувствуете по улучшению динамики автомобиля. Возможно, вы даже станете чемпионом по старту со светофоров. Происходит, в общем-то, в цилиндрах взрыв, смесь сгорает, мотор ревет, и мы лечимся быстро по потоку. Сам интеркулер, как агрегат, не требует особого хода, но его патрубки иногда ломаются. Тогда сразу падает мощность двигателя, а расход бензина растет в арифметической прогрессии. Также специалисты советуют периодически промывать систему охлаждения, поскольку пыль, пух, насекомые забиваются от интеркулера и снижают эффективность его работы. Наш сегодняшний гость рубрики «Автомобиль номера» — культовый автомобиль США. Он не просто самый продаваемый спорткар в Штатах, он настоящая кинозвезда. Эту машину сняли в Голливуде столько раз, что не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать его роли. О главной гордости автоконцерна «Дженерал Моторс» расскажем прямо сейчас. 11 августа. В истории американского автомобилестроения можно считать знаковой датой. В 1966 году именно в этот день с конвейера завода в Норвуде штат Огайо сошел первый «Шевроле Камара». Ему было суждено стать одним из самых великих автомобилей в США. «Шевроле Камара» сразу окрестили пожирателем лошадей, ведь с его выпуском в массовое производство компания «Дженерал Моторс» оттяпала половину рынка в сегменте спорткаров у своих главных конкурентов из автоконцерна «Форд», который уже как два года вовсю продавал свой легендарный «Мустанг». Со временем машина неоднократно подвергалась рестайлингу, и современной модели «Камара» отличается от своих предшественников. К нам на тест попало пятое поколение этой марки «Шевроле Камара» 2014 года выпуска. Пик популярности этого автомобиля пришелся на 2007 год, когда вышла первая часть голливудского блокбастера «Трансформеры». Об этом автомобиле мечтал тогда каждый ребенок, каждый мальчик, каждая девочка мечтала в нем прокатиться. Желтый цвет среди поклонников «Шевроле Камара» ценится больше всего. Настолько, что люди готовы даже переплачивать. И это все благодаря персонажу фильма «Трансформеры» по имени Бамблби, который маскировался именно под эту машину, оттенкой «Ялу Субмарин». Эти автомобили у «Джи Эм» разлетались лучше, чем горячие пирожки, а в каждом желтом «Камара» дети до сих пор видят своего любимого робота из фильма. Бамбу убей. Глядя на «Шевроле Камара», понимаешь, что киношники знают толк в крутых тачках. Наш экземпляр выглядит очень эффектно. Злобные фары выглядывают из-под длинного капота. Рубленные формы задних крыльев и насечки перед арками в виде акулик-жабр держат вас в напряжении. А вдруг из нее выпрыгнет тот самый «Трансформер»? Задняя часть по сравнению с прошлыми моделями тоже подверглась переделке. Ну вот, стопики стали гораздо уже. Если раньше версия была с более широкими квадратными отделениями, то сейчас они сузились, стали светодиодными. В принципе, изменений немного внешне. А наша машина оборудована спойлером, стандартной выхлопной системой и 20-ти дюймовыми легкосплавными дисками. А теперь давайте заглянем в салон «Камара». Скажем прямо, изнутри эта машина смотрится не так круто, как снаружи. Дизайн салона «Спартанский». Кресла кожаные, перфорированные с боковой поддержкой, хотя сделаны они явно подгабаритных американцев. Средне-статистически русский будет болтаться в них на крутых поворотах. Ну вот, мы и в салоне. Что же здесь изменилось? В первую очередь, изменился сам руль. Он стал немного другой. По моему мнению, более удобный. Появились подлепестковые переключатели. Более современной стала торпеда. Точнее, центральная консоль. Здесь появился ЖК-дисплей, на котором уже есть и телефон, и управление печкой. В общем-то, все выводится на него. Современно, стильно, молодежно. Когда сидишь за рулем «Камара», не покидает ощущение, что сверху на тебя давит низкая крыша. Высоким людям, чтобы не упираться головой в потолок, придется повозиться с электрорегулировкой кресла. Хотя пространства все равно будет маловато. Но привыкнуть к этому можно. Точно так же, как придется привыкать к расположению ручника. Ручной тормоз находится почему-то в не очень удобном месте. Для водителя удобнее с этой стороны, но он почему-то стоит в стороне. Не знаю, для чего это. Почему именно так, но это именно так. Приборная панель нашего «Камара» исполнена в космическом стиле. Квадратные шахты спидометра и тахометр глубоко утоплены. Хотя сами циферблаты привычной формы. То есть круглые. Показания спидометра по умолчанию в миле. Хотя в настройках можно установить и километры. Также передо мной на стекле есть проекция. Очень удобно, когда ты едешь по трассе, контролировать свою скорость, тахометр. И смотреть, в каком положении находится у тебя коробка передач. Сзади сиденья, наверное, только для детей. Под капотом у нашего «Шевроле Камара» установлен двигатель V6 с рабочим объемом 3,6 литра. И мощностью 328 лошадиных сил. Это самая безобидная комплектация машины RS. Но в линейке «Камара» присутствуют экземпляры с 6-литровым мотором и с табуном в 430 лошадиных сил. А также самая лютая версия ZL1, оборудованная суперчарджером и мощностью в 700 кобыл. Ускорение посредственное, потому что, ну, все-таки от спортивного автомобиля ожидаешь больше прыгий. Хоть и автомат сейчас стоит в спорт-режиме. 20-е колеса, и при этом ты не чувствуешь, что действительно 20-е. Машина глотает ямки, очень информативно. Как будто мы едем в обычном седане, причем достаточно люксовом. Единственное, шумоизоляция, конечно, в машине оставляет желать лучшего. «Шевроле Камара» – классический заднеприводный спорткар. В нашем распоряжении имеется автоматическая коробка передач. Хотя в более заряженной версии этой машины устанавливают и механику. Может быть, поэтому разгоняется он не так бодро, как хотелось бы. Машина тяжелая, и для того, чтобы таскать ее вес, по всей видимости, нужно больше лошадок. 1600 кг веса – это очень много для спортивного автомобиля. Наверное, поэтому, в принципе, «Шевроле Камара» не так часто используется в автоспорте. Это больше, наверное, автомобиль для стиля, потому что внешне, конечно же, он выглядит потрясающе. Еще один минус Камара, который бросается в глаза – плохая обзорность. Это касается как узких боковых стекол, так и зеркал заднего вида, которые сужены до неприличия. Выезжать с кольца очень неудобно. Задняя стойка перекрывает прям видимость полностью, обзорность. И очень неудобно выезжать, потому что практически вообще ничего не видно. Из бесспорных преимуществ Камара отметим высокий клиренс. Для машины, которая позиционируется как спорткар, даже очень высокий. Поэтому на ней можно безбоязненно скакать по ухабам. А вообще управлять Камара – одно удовольствие. Машина прилипает к дороге, а руль наливается усилием, и начинаешь чувствовать себя героем голливудского боевика. Если вы живете один, да, вы молодой и красивый, то этот автомобиль подходит вам целиком и полностью. Потому что комфорт, красота – все есть в этом автомобиле. Немножечко шумоизоляции, и в принципе все. Можно ездить, наслаждаться. За время своего существования «Шевроле Камара» стал по-настоящему культовым автомобилем. Сегодня его продажа занимает 45% рынка реализации спорткара в США. Все дело в том, что там Камара относительно недорогой автомобиль. Топовые комплектации стоят 40 тысяч долларов, базовые – чуть больше 20. В России же цены на Камара с учетом курса кусаются. За наш экземпляр и аналогичные модели того же года просят от 2,5 миллионов рублей. Дорогая получается. Красота по-американски. А теперь настало время для подборки автопроисшествий, которые случились на наших дорогах в прошедшие 2 недели. Причиной сразу нескольких аварий стало серьезное превышение скоростного режима. Впрочем, обо всем по порядку. Наша традиционная рубрика «Автоэкшн». Смотрим. Тише едешь, дальше будешь. Эта старая народная мудрость не имеет ничего общего с аварией, которая произошла на остановке общественного транспорта «Авангард». Запись камеры наружного наблюдения, установленной на перекрестке, больше напоминает видео краш-тестов, публикуемых автопроизводителями мира. Вы видите, как «Тойота Марк 2» в прямом смысле слова едет на взлет по улице Светландской. Внезапно машину заносит на мокрой дороге, и она уходит влево и врезается в здание фотоателье. Такое ощущение, что автомобилист стал жертвой эффекта аквапланирования, поскольку видно, как «Тойота» влетает в лужу, прежде чем становится неуправляемой. Был Марк, и Марка нету. После удара о стену машина перестала существовать. Ее двигатель при ударе вошел в салон. Водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. ДТП, которое произошло на Шамаровской трассе, опровергает известную поговорку о том, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Как выясняется, попадает, и еще как. «Тойота Виста» двигалась из города в сторону бухты Лазурной в тот момент, когда ее занесло на мокрой дороге и вышвырнуло в кювет. В одиночестве легковушка скучала недолго. Через пару минут на свидание с ней примчался универсал «Тойота Калдина». Удивительно, что его водителя занесло в том же месте, что и седан. В результате универсал перевернулся и запрыгнул на крышу «Висте», так что получилась фигура, напоминающая пирамиду. Хозяева машины вызвали на место происшествия эвакуатор. Водителю крана пришлось изрядно поломать голову, чтобы понять, как с наименьшими потерями разъединить эту автомобильную фигуру на составляющей части. Следующее видео снято в районе снеговой пади. На записи регистратора, установленного в салоне очевидца ДТП, видно, как водитель длинномера «Ман» движется в сторону заезда на трассу седанка «Патрокол». Навстречу ему в жесткой сцепке едут сразу два грузовика. «Зил» тащит за собой «КамАЗ». Внезапно «КамАЗ» срывается с цепи, и его начинает тащить навстречку, в результате чего и происходит столкновение большегрузов. В аварии никто не пострадал, но машины, благодаря своим немаленьким габаритам, перекрыли всю проезжую часть. До приезда сотрудников ДПС въезд на трассу был заблокирован. Улица Бородинская. На записи регистратора видно, как «Тойота Королла» и «Тойота Филдер» движутся друг за другом со стороны кольца в направлении выселковой. Когда машины подъехали к пешеходному переходу, на дорогу вышли люди, и водитель седана прогнозируемо затормозил. Но водитель Филдера этого не заметил и ударил «Короллу» в заднюю часть. Бесспорно виноват в этой аварии водитель «Универсала», но отдельное спасибо стоит сказать пешеходам, которые решили перейти дорогу не по зебре, а на некотором удалении от нее. Что мешало людям пройти метров пять от силы, непонятно. Самое тяжелое ДТП за прошедшие две недели случилось в Уссурийске на улице Кирова. Столкновение трех машин попало в объектив регистратора, установленного в салоне грузовика, ставшего участником аварии. На записи видно, как при совершении поворота налево водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио» зацепил двигающийся в попутном направлении «Ниссан Тино». В результате чего «Ниссан» на скользкой трассе занесло, и он боком вышел на полосу встречного движения, где в тот момент ехал грузовик. Легковушка залетела под большегруз. В результате сокрушительного удара «Ниссан Тино» превратился в груду металла. Находящиеся в салоне хэтчбека люди, а это была семья из трех человек, получили смертельные травмы. Кому тайфун, а кому источник заработка? В Аврангеле предприимчивый местный житель придумал, как можно заработать на разгуле стихии. Помятый на вид мужичок решил за вознаграждение вернуть автомобилистам их утерянные регистрационные номера. В его распоряжении оказался целый веер госзнаков. Где он достал эти автомобильные номера, не является секретом. После прошедшего накануне тропического ливня у моста образовалось сильное течение и очень глубокая лужа. Многие автомобили ныряли в воду с номерами, а выныривали уже без них. О чем номера? На черпак водка. Все черпак водка. Ничего не надо. Черпак водка. Черпак за номер, скажем прямо совсем недорого. Но правда с таким ценником можно и печень посадить. А это Фокина, где одну из местных автозаправок накануне посетил настоящий Терминатор. Последователь Шварца, как и его кумир в одноименной трилогии, свое путешествие во времени начал в костюме Аполлона. То есть в том, в чем мать родила. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Итак, голый мужчина сначала совершил дефиле по трассе, на которой он пытался остановить несколько автомобилей. В проезжавший белый грузовик он едва не запрыгнул. Что было у него на уме одному богу известно, поэтому водитель машины от греха подальше изо всех сил надавил на газ и избежал встречи с голым неадекватом. А тем временем нудист пошел на автозаправку. Сначала он собирался с мыслями лежа на зеленой лужайке, а затем ворвался в коморку к заправщикам, где его заперли и держали до приезда полиции. Откуда взялся голый мужик, неизвестно. Но, по словам очевидцев, он пришел со стороны военного госпиталя, расположенного неподалеку. И вполне возможно, это их клиент. Хотя не исключается вариант, что нудист – обычный наркоман, которого накрыло после очередной дозы отравы. Программа «Автомир» продолжает знакомить вас с самыми крутыми автогонщиками Приморского края. Сегодня мы хотим представить вам Александра Булычева, вице-чемпиона РДС «Восток-2016». Рубрика «Персона номера». Александр Булычев – приморский автогонщик, серебряный призер чемпионата РДС «Восток-2016» года. С 2013 года входит в топ-лист российской дрифт-серии. Многим зрителям и поклонникам дрифта Александр Булычев запомнился выступлением в битве D1 Asia Pacific Prime Ring GP 2015, где он противостоял именитому японцу Масато Кавабата и проиграл ему с разницей в полбала. И это несмотря на то, что японец пилотировал GTR мощностью в тысячу лошадиных сил, а Александр ехал на Nissan Silvia, под капотом которой в два раза меньше лошадей. Чем ты в жизни занимаешься помимо дрифта? Ну, на самом деле, на дрифт уходит огромное количество времени, и остальное мое время – это работа, и то, что успеваю сделать, это все личное время уходит на семью. Поначалу это было так, когда стало меньше времени уходить на семью, и это было немного нервно, накалялись чуть-чуть, но потом все это прошло, и сейчас как бы все более-менее нормально, поддержка со всех сторон. Так что поняли, что это не просто хобби там какое-то, и не просто покатушки, а это спорт, и, ну, целиком полностью поддерживают. Она уже приезжает, болеет? Ну, да, как бы болеет, приезжает, сейчас просто реже из-за детей, вот, так, да, старается на каждую гонку присутствовать. Давай поговорим немножко по Китаю. Вот накануне, буквально через неделю у нас уже состоится супер дрифт битва, точнее, супер гранд финал РДС, и сразу же потом ты ездишь в Китай. Раз мы попали на эту гонку, на эти этапы, то там надо выкладываться полностью, то есть там уже не только честь РДС Восток, но и честь всей России, представляем всю Россию, вот. Понятно, что там будет еще много-много-много таких же, как и мы, голодных до борьбы, вот, но надо стараться. Ну, там очень, конечно, крутой список участников, это можно даже, не знаю, мне кажется, даже в Японии, да, один не такой крутой, как сейчас в Китае будет, потому что и Америка, да, как раз сравняться вот эти школы. Ну, а как ты думаешь, ну, все-таки японская школа, американская, русская, там, кто? Кто? Ну, я думаю, раз это будет проходить по правилам D1, по судейству D1, я думаю, что это более привычно будет для японской школы, вот. Ну, и, наверное, для тайской, потому что они там, как бы, все это рядом и гоняют, по-моему, по одним и тем же правилам, вот. Но два американца очень серьезных, так что там, я думаю, будет заруба серьезная очень. Ну, тоже они на прокатных машинах, немножко не в равных условиях, но зато мы на своих, да, там, Маккар, ты. Да, 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 это, как бы, несомненно, плюс, вот, но из того листа, который я видел по машинам, по ихней мощности, то есть, я могу сказать, из тех сеянных, по крайней мере, не знаю, на чем едут китайцы, вот, из тех сеянных у нас, у Федорова Ильи и у меня одна из самых слабых машин. Все, практически все автомобили там начинаются от 600 до 900 сил. Сколько нас вообще ждет этапов в Китае? Где смотреть, где болеть? Это три выезда по два этапа, то есть, двойные этапы, то есть, всего в чемпионате шесть этапов. По первому двум точно могу сказать, что это Шанхай, 15, 16, 18 сентября. По остальным этапам это начало ноября и начало декабря. Надеюсь, что все хорошо будет и есть кое-какие уже наметки в этом году, то есть, по спонсорам. И, ну, по представлению следующего сезона, вот, то есть, в голове, как бы, это уже есть, вот, но надеюсь, что ничего такого глобального в России у нас не произойдет. Никаких снова кризисов и так далее, вот, и все будет, то есть, по плану, по которому мы сейчас движемся. Ну, ясно. Спасибо, Саша, что пришел. Тебе удачи и в Китае, и в исполнении твоих мечт. Ну, увидимся на кольце. И это все на сегодня. Смотрите Автомир на восьмом канале. С вами был Дмитрий Семенюк. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok